Сегодня воскресенье, 28 июня 15-го года, если как-то под ветру будет, там будет лучше слышать, небольшое вам получение, перед тем как пойти, чтобы все сходили в туалет, из храма в туалет никто не ходит, забудьте про это даже, я был в Сакраменто, это в Америке город один, и священник говорит, ничего не могу сделать, литургия идет, туалет лезет, пришлось бы запирать на замок, все прекратилось, крючок выдернули, статана цепляет и цепляет, я вижу, с этими зубами замучились, отменить это и в другое время, когда поедят после еды пусть чистят, до еды, чтобы не чистили, если ему надо, эмаль очень слабый материал, и он сдирается, тебе это не надо, сколько писали об этом, есть помарин, я не знаю, какое сейчас тогда было, возьми его и десну, промассажируй, вот это полезно, чтобы работало, у человека самый сильно развитый мускул, знаете где, не здесь, а челюсти, вот эти вот, и самые слабые, самые слабые мускулы, это на выходе у прямой кишки, то есть на прямом тракте, самые мощные и самые слабые, а под старость одинаково будет болеть, и нижняя будет болеть больше, чем верхняя, вот я вижу воспитательный вопрос, вы маленько смотрите, какие у нас качели, где ладно, вон там она боком на башне, наверху, вон вверху на самом, уже сколько времени она, ее не прибивает, не привязывает, там чуть примотал я проволокой, так и стоит, это ответственность кого, ребенок на ее оперся, а она никакая, сделать сегодня, я подошел проверить все тарзанки, с тарзанками просто беда, тарзанка это что, на столик, вы заходите по ступенькам, садитесь на палку, здесь веревка качнулся, здорово-то как, тарзан был такой герой, вон там в джунглях, фильм этот надо им показать как-то бы, это один из самых популярных фильмов, трофейных, из Германии взятых, один человек оказался в джунглях, он там вырос, и он знал, как кричат львы, как кричат слоны, долго искали героя, какого найти, не могли найти, нужен был мужчина высокого роста, и наконец нашли такой чемпион мира по плаванию, там смотреть загляденье где-то, но кричать, как он кричит, не могли, тогда составили голоса от разных животных, склепили вместе, техника позволяла, как будто-то он кричит, это из Германии привезли, там ничего больше не было, потом встречает, авария была, там девушка нашлась, ну и все на этом фоне идет дальше, как он попадает дальше в Нью-Йорк, его привозят, и его там арестовывают, он кричит, слоны ломает загородку, вылазят там, ну то есть фильм интересно смотреть, я ведь говорю-то не о чем-то, а слове тарзанка, вы говорите, а сами не знаете, тарзан, это главный герой, откуда пошло, то есть он лиан, у него везде лиан, он на лианах летит там метров сто, перекидывается на другую, следующую, его не догонишь, он через реку перелетает, это как началась эпидемия, ребятишки за провода берутся, с больших домов падают, столько ребятишек погибло тогда, и фильм этот запретили, убрали, ну как ты полетишь на тополевой ветке, когда она хрупкая? Леона-то канат настоящий, ну у мата никакого нет, так, иди сюда, иди, ты вот так вот, ты вот так, да, у меня, кому я делал замещание, так качалось, Леонида или Агния, вот так откинуть, все головой вниз лететь на тарзанке, ты, иди сюда, вот вы летите, смотрите, ты тоже так делал, вот вы отсюда полетели туда, а оттуда летите, вот так вот он, палка-то здесь лежит, вот, и вот так отклоняется, вот я какой герой, дальше ты герой-то, дальше ты ему что, он ногами становится, а теперь впереди голова, он с разбаху бьется по головой, так было? Нет, нет, он в самом начале, только оттолкнулся и так сделает, голову дает. А это обратно летело, я так ах, вот что вы делаете? Ты когда стукнешься головой, об этом-то, голова не может амортизировать, амортизировать могут только шейные позвонки, а они между ними прокладкой все лопаются, если ты парализованная, под себя будешь ходить еще лет 70, тебе это надо? Вот так руки по швампу, вот кто-то прыгнул в воду, об ревно ударился, я знал одного такого из баптистов, молодой, крепкий, здоровый мужчина, но его маленько научили, пристроились, он ртом, у него шейный позвонок работал, он Библию считал, обратился к Богу. На тарзанку можно садиться и обратно лететь только прямо, они откидываются головой вот так горизонтально и головой бьются в этой столой, инвалид. Поняли, нет? Кто это делал, пока не садитесь на тарзанку, да просто посмотрите. Вам понятно хоть что я говорю? Это в видах вашей безопасности. Дальше большая качеля, приходят деревенские, там летают они, девчонки, вот так. Но у нас здесь нету подшипников, подшипники там, там две большие качели-то. А это просто на валу, на железном. А вал лежит на высоких столбах, но вал никак нельзя закрепить было. А столбы, видимо, маленько наклонные. Ну где оно? Шевелится этот, стержень-то, он вот так вот лежит. На чем? Качель эта большая, его видно, она светлая. И она уже сползает на эту сторону. Вообразите, с такой силой летит. И теперь этот стержень отрывается, еще дальше будет. А этот стержень вдвоем поднимает железный вот такой вот диаметр, сплошняком. Я увидел, опять гиртахнул. Ребята сейчас поехали, его выбили, закрепили. Почему не смотрите? У нас было так, что веревка перетерлась и не видели. Он качнулся, отлетел и вместе с веревкой сел на землю. Я туда сразу приделал железный, за что держать. Качаться на тарзанке и вверху проволочная петля. Вот так рукой обязательно держаться. Это воспитатели касаются, вы смотреть должны. Я вот сегодня обошел, вижу дети где качаются и там корни торчат. Прямо корни, везде корни. Вам трудно вырубить? Мы их все вырубили, Никитой. Вырубили все корни, все везде вырубили. Теперь чистая там поверхность. Так, будете в храме, помолитесь об этом, чтобы Бог дал нам ответственности взрослым, разуму, настоящей любви к детям. Ведь какая беда случись, в первую очередь меня потянут за воротник. Я несу ответственность перед Богом за вас, перед долголовным кодексом, перед гражданским, перед совестью. На бом не ходить утром. Ходить только кто хорошо умеет. Разуться голыми ногами. Три поклона. Друг друга там не задевать. И уметь прыгать. Если пошатнулся, прыгнул, и обязательно вот так вот присядь на камеру, чтобы самортизировать на ногах. Вы прыгать еще не умеете? Ну покажи-то. Подпрыгните маленький, присядь. Так, ну-ка еще. Вот так вот. В парашюте есть и все так садятся. Я говорю всем подпрыгнуть. Давайте. Вот так. Колени должны быть согнутые. Иначе у тебя опять же падает все на позвоночный стол. У нас время сколько? Половина уже. Половина еще. У меня еще время есть. То есть мы с утра получим научение, знаем о чем молиться. У меня вчера была ситуация, где я испугался по-настоящему. Перепугался. Кто-то, не знаю где-то в каком старстве, в каком государстве, зашел на наш YouTube. А у меня там все открыто, где ролики выставляются. Это называется мастерская. То есть я могу там менять, ролики убирать. Если я бы не имел общения ни с кем, я бы не отсылал. Они могут вырезать отдельные кадры, но мы ничего не вырезаем где-то. И вдруг я не знал об одной операции. Что там есть такая операция, если нажмешь, то надписи могут сделать иностранном языке. Я увидел, это не мой YouTube. YouTube это самая серьезная организация. Это не форум. Если на YouTube ты перетащил к себе чужой ролик, мгновенно срабатывает. Ну еще мне зимой было жалобы. Если три жалобы поступило, твой канал закрывает намерку. А это все в Америке. И на меня поступила жалоба, что я чужой ролик поставил к себе. Теперь я должен... А я не знаю, где это... Чего-то там поступило сообщение из администрации. Это я и не знал, но мне Ольга сказала. Администрация имеет претензии к вам, что вы, ну проще сказать, своровал чужой ролик. Какой ролик? Я посмотрел. По номеру там 12 я веду занятия в университете. Комната мне выделенная. Люди сидят мои. За кафедрой стою я с Игорем. И съемку ведет священник. Как это может быть чужим? То есть кто-то на меня наехал. И в администрации пожаловался, что это чужой ролик. Его ролик закрыли, а ко мне претензия. Еще два предупреждения и канал будет закрытый. А это 3000 роликов. Вот для меня это была загадка. Найти этого человека. Его адрес был дан. В администрацию я сказал. Теперь администрация сразу пишет. Будете ли вы судиться с этим человеком в суде доказывать? Я отвечаю, да буду. А там какие вопросы, да или нет. А будете иметь дальше к нему претензии? Я подумал, а какие претензии, если вернется? Я говорю, нет. Они говорят, раз никаких претензий нет, значит вы виновны. А там да, нет, больше не надо болтать. Пальцы вытащи, они нужны будут тебе. Да нашли этого человека, видимо он на Украине был. Мы на него вышли. Я вышел и говорю, вы Бога побойтесь. Разве это можно делать? Вы мой ролик. Назвали чужим. Пожаловались. Закажите хоть одну минуту, где чужой когда? Я его поставил. У меня в аудитории 410-й в техническом университете съемка шла. Я преподаю толкование Библии. Как я мог взять-то? Они ничего у меня не нашли. И потом первое, что схватили, видимо. Я даже не нашел причины, почему этот ролик выделить надо. Но тот человек, Бог дал ему ума, Сергей звать его. Теперь уже время прошлое. Даже фамилия у него такая. Полоз. Полоз. У меня к нему претензий нет. Но мне захотелось так отблагодарить. Я говорю, дайте точный свой адрес. Я вам книги в подарок вышлю. Но, видимо, ситуация была не та, когда можно было сообщать. Но он отозвал свои претензии. И с меня вину эту сняли. И вот вчера у меня было такое. Я смотрю. Мне доступа в мою мастерскую, где я руковожу, нету. Это не мой. Говорят, кто-то скопировал и сделает. Ничего нельзя скопировать и сделать. Ютубер разрешается только под роликом комментарии давать. Но Господь благословил, нашлись знающие люди вчера уже. И они помогли мне доказать глупому, что это делает машина. Когда там нажимают и говорят, переведи мне на японский язык, что там пишется-то. Но они сделали. Потому что в самом названии там везде подписи. Ни одной буквы никто во всем мире не может поставить, кроме администрации. И вдруг там столько предложений где-то. Я не на шутку перепугался. Потому что работать нельзя, ставить нельзя, наши ролики, съемки нельзя. Все. Под нож пустили. Теперь я должен куда-то в Америку сообщать. Я не знаю, обращаться к кому-то. Я вечером ночью тут метался, ездил, искал специалистов, кто это может выправить. Но все-таки узнали. Узнали, сумели повернуть все назад. Так что помолитесь о нашем ресурсе, ютубе, чтобы у нас все было хорошо. Вы зимой будете смотреть. Вы сами себя там увидите. Вот мы еще рассчитали о том, как надо переносить страдания. Это канзё. Японский культ. Терпеть. Уже выходит. Ой, ой. Какой-то заболел. Он закачивал. Кашель это не болезнь никакая. Это реакция организма. Самое маленькое какое-то изменение температуры. Я все время спрашиваю. Утром прихожу. Смотри, ребята, уже в одних рубашках. Я стою, я на грани спотеть. Настолько жарко мне. Они выходят в костюм и надевают на себя. Как поставишь, так и будет. Это в какой-то фильме был такой «Зона». И когда хотели добиться чего-то администрации, взяли отключили. Ну, душняк, говорит, устроили им. Ну, они все едят одеялами, ухутались. А в Чечне он там воевал сильно. А он разделся до поезда голый, сидит. Ему на жару жизни какой нету. Он как кремень, как китайский воин. Не стонать. И чужие болезни не культивировать. А вот он закашлял. Да другой подходит. Ему бы закашлять надо. Не стонать, не пищать. Закаляться надо. Вчера считали холодной водой, два бедра. Ради пользы всего человечества. У нас новый человек появился. Заходи-ка туда. С левой стороны от мужчины. Так, назови себя. Откуда ты? Сколько лет тебе? Я сегодня у меня 9 лет. Как звать? Василиса. Вы знаете, у нас в деревне есть Василиса? Да. И чтобы знали, у Василия Ивановича Чапаева была дочь Василиса. Василиса, вы перевод знаете этого слова? По-русски означает царица. Теперь у нас царица есть. Василий это царь. Переводится с греческого языка. Василиса это царица. Так, сколько классов окончила? Два класса. Сколько? Два класса. Два класса. Тебе 9 лет уже? Да. Большая девочка. Так. Какие у тебя вопросы будут? У нас воспитатели. У меня есть товарищ, который стоял на очках. Он старший воспитатель. Вот Владимир Александрович воспитатель. Я начальник. У тебя брат Максим есть? Да. Он был сколько лет в лагере? Четыре года. Четыре года. Средний мальчишка. Не пакостный. Но если пакостные дети есть, он к ним присоединится. Отец у него видимо строгий. Держит как надо. Они приходили с мамой. У нас были на богослужении. Но мы их хорошо знаем. Поэтому проверка прошла очень легкая. Вот знаете как ее звать? А с ними ты познакомишься, тогда увидишь. Принять ее в свою семью. Ты в церковь ходишь, я вижу. Это ее платье из дома привезенное? Да. Она все знает как. Ну Василис, остановись. Когда будем идти, двое за руки держаться и полтора метра между людьми. Вот Виктор Николаевич пришел. Смотри, это старший воспитатель. Вот он. Так, вопросы какие есть? Третий-ка. Сегодня коснулось мне посмотреть. К нам приходят гости. А они подметенный вход. Метлы нет и никто не сказал. Да бы сказали, мы такие метлы наделали из акации. Она гнется. Ни один воспитатель не сказал. А я то не касаюсь здесь. Я прихожу только для того, чтобы пообедать и узнать как дела идут. Потому что рано или поздно мне полномочия свои надо сдавать. Я 44 года начальник детского лагеря. Без копейки. У нас никто не получает ни обслуга, ни повара. Никто. За 44 года государство нам не дало ни одного рубля. Я сам нахожу какие-то организации. Кто-то мукой поможет, кто-то макаронами, кто-то растительное масло. Однажды заезжает женщина и говорит, я услышал о вашем лагере. Решите помочь. Буранова, кажется, Валентина. На нее было покушение. А у меня, говорит, маленькая иконка висела железная. И пуля попала прямо в нее. И она уезжала в Германию и привезла тут шоколадки там. Ну, ценное все. Ценное, но такое, что... Ну, не наша еда. Нам нужна еда какая там? Рис. Пшенка. Это такое что-то было. То есть люди очень разные. Раньше мы как приезжали и искали, где капна. Солома прошлогодняя. У всех матрасовки. Мы набивали туда. Вот это на этом спали. Матрасов не было. Мы искали капну, куда зарыться. А потом нашлись люди. Лопатенко Иван Иванович и Артеменко Валентина Николаевна. Они соединились вот эти синтепоновые одеяла. Купили матрасы. И прямо где они изготавливаются, сюда привезли. То есть свет не без добрых людей. Мы всегда должны помнить об этих благодетелях. Которые нам помогают. Иначе у нас ничего бы не было. У нас, видите, какое все кривое. Обшар под дождями. И дальше все подмеженными шами. Но все же бои стоят. Половники двадцать с нашими шалашами. Это все взят от вас. И вот сегодня я подметать когда стал. Граблей нету. Никита пошел и ребята, которые тут банят все. Грабли оставили там. На костре. Идут в развалочку. Вот так вот. Вы знаете, в лагере у нас только бегом бегают. Ну раз, закрой. Комаров ловишь, как пингвинчик. Ну-ка, давайте правильно поземнем. Еще раз. Вот так, а сейчас чихнем правильно. А где платочек-то? Нету, сплеточек с тобой должен быть. Еще раз. Вот. Руками не размазывай. Теперь они дошли до сюда и идут шагом. Я их увидел, кричу, бегом добежали. Вот от этого места теперь во весь карьер виситесь туда, а бегите вокруг костра и бегом сюда. Пробежали нормально. Почему сразу не побежали? Так, выйди, Паша, ответь. Слушайте внимательно, как пространно он будет объяснять. Так, почему не побежали? Так, остановись, понятно. Вань, ходил туда? Давай, выходи. Объясняй. Хотя вы знали, в лагере только бегать. Почему вы плелись, как сонные тетери? Точно хорошо объясняют. Понятно, остановись. Следующий кто был? Давай, Вань. Виктор Николаевич говорит, под рам бегать вредно. Нельзя. Бегать? Бегать вредно, когда люди по часам смотрят, пробежать 100 метров. Он правильно сказал. А когда ты бежишь просто так, никакого вреда в этом нет. Вы же пробежку делаете вокруг Вань. Я сказал, бегом. Бегом сейчас. Он говорил, разве ты об этом говорил им? Это раньше было сказано. Но я о другом. Ваня. Так, объясните. Соответственно, Виктор Николаевич, это очень здорово, конечно. И дальше. Бегут мимо женских туалетов. Ближе 30 метров не подходить к туалетам. С той стороны отбегайте. Я уже говорил не раз. Ну, наморщите лоб свой Эйнштейна. Вот я один раз сказал, мимо прошло. Сидит у меня Андрей напротив. Я ему сказал сто один раз. В левой руке держи кусочек, правую ложку. Он один раз пронес, дальше чашку гребет к себе. Всегда тихо, без двадцати уже. Так. Лев Толстой говорит, все, что во мне есть, половину этого я получил до четырехлетнего возраста. У нас кошка рыжая берет этого. Я его отдельно посадил. Там не открывать крайнюю комнату здесь. Все, уходим. Она арестована. Ей все, да. Она серого обижала. Все. Утренний руминар. Покажите вперед. 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 На полтора метра друг от друга. Я в босельком, хочу, чтобы ноги не ножны. Надежда Васильевна, за ночь шила на матрасе. Стоять на нем. С раме? С раме. Или с заднем босельком стоять? Вставай. Вставай. Три поклона